Чтобы уже предложить конкретную модель, мы пообщались и посовещались с главным специалистом по реабилитации Северо-Западного федерального округа, и Мельникова Елена Валентиновна предоставить конкретную модель, которую можно было бы использовать в нашей деятельности. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Действительно, глубоко уважаемые коллеги, задачи, которые обозначила Галина Евгеньевна, тяжелы, сложены к исполнению, и у нас еще с вами, поскольку мы представители одной из благороднейших специальностей медицины, у нас нет другого пути, как пойти путем науки. Поэтому для того, чтобы предложить изменения любые организационные, мы должны быть с вами уверены, что это будет работать, и что это будет работать на благо пациентов. Итак, научный подход. Пилотный проект развития системы медицинской реабилитации в Российской Федерации был предпринят совсем недавно, с 1 сентября 2015 года по 1 сентября 2016 года. 13 субъектов Российской Федерации были включены в этот пилотный проект. Вы можете увидеть на слайде, какие это были субъекты выбраны. Были три основные модели. К сожалению, на тот момент времени не удалось включить онкологию, хотя субъектам Российской Федерации предлагалось. И это направление тоже. Но вот то, что осталось, и то, что мы смогли охватить. Это ОНМК как наиболее емкая для реабилитации нозологическая форма. Это дегенеративно-дистрофические заболевания тазобедренного сустава с тотальным эндопротезированием суставов, как модель травматологического состояния. И это острый инфаркт миокарда как наиболее емкое соматическое заболевание, которое требует особого отношения к толерантности, к нагрузкам. Вот это три основные формы, которые были выбраны в пилотный проект. Основанием для проведения пилотного проекта явилось письмо заместителей министров, министра здравоохранения, руководителей проекта, ведущие специалисты в тех областях, которые вошли в пилотный проект, координаторы проекта и научные консультанты перед вами. Это тоже ведущие специалисты по вопросам реабилитации в соответствующих областях. Координаторы системы мониторинга. Мы создали специальную систему мониторинга. И вот я как раз представляю эту группу. У нас хорошая статистика и IT-технологии, потому что в таком варианте без серьезных подходов не обойтись. Мы были не одни в наших стремлениях. Нас очень серьезно поддержало европейское сообщество врачей физической реабилитационной медицины. Рецензенты наши уважаемые здесь представлены. Кроме того, коллеги приезжали в наши центры, которые работали по пилотному проекту с аудитом. Цель пилотного проекта продемонстрировать эффективность новой модели медицинской реабилитации по сравнению с традиционной у пациентов трех категорий, как я уже сказала. Пилотный проект проходил в две фазы. Первая фаза – это та самая традиционная модель реабилитации, которая у нас с вами существует на данный момент времени. Команды работали по традиционной привычной схеме, но с использованием набора шкал. Ну, для того, чтобы мы могли первую и вторую фазу сравнивать. Вторая фаза пилотного проекта – это, собственно, новая организационная модель. Медицинские организации работали по новой модели с реализацией проблемно-ориентированного мультидисциплинарного подхода на основе международной классификации функционирования с использованием тех же клинических шкал, что и в первой фазе, с целью проведения своевременной экспертизы маршрутизации пациентов в медицинские организации для проведения реабилитационных мероприятий адекватных характеру и уровню их функциональных нарушений. Международная классификация функционирования, о которой говорила Галина Евгеньевна. Вот здесь мы ее реально применили. И вот это реабилитационный диагноз при поступлении. И это шифры, домены МКФ при выписке с этапа реабилитации. Но что здесь хотелось бы показать? Вот цветом выделены разные позиции по МКФ и соответствующий специалист, который должен заниматься этими проблемами. Вот кодирование функций, структуры, функции, активности, участие, факторы среды. Все имеет свое буквенно-цифровое представление и свою оценку. Нарушение структуры, функции, ограничение, активность, участие, влияние факторов среды. Привыкайте к этим терминам, они войдут в вашу жизнь обязательно. Так или иначе. Есть определители степени нарушений, с которыми тоже можно работать. Итак, работа с МКФ дает нам оценку правильности постановки цели. Что мы делали, зачем и что мы получили через неделю, через две к концу госпитализации. Оценить качество обследования больного. Верно ли мы оценили, все ли мы заметили. Оценку эффекта от реабилитации, оценка достигнутого результата. Основание для расчета стоимости случая появляется вот здесь. Эти деньги становятся реальными. Уже опираясь на конкретные функциональные изменения в состоянии пациента. Государство готово тратить деньги на лечение наших пациентов и их реабилитацию. Но только деньги будут платить по результату. Для того, чтобы работать в МКФ, Галина Евгеньевна уже об этом говорила, конечно, нужны специальные IT-технологии. И в нашем пилотном проекте была специально создана программа ICF Reader. Вот это ее скриншот, которая позволяет работать с МКФ без особых временных затрат. Разбираться в МКФ придется. А вот временные затраты могут быть совершенно спокойно уменьшены благодаря вот этой самой технологии. Особая прелесть здесь состоит в том, что оценивая пациентов по шкалам, специальным шкалам, работают много специалистов, мультидисциплинарная бригада. У каждого специалиста есть свой набор шкал. Эта программа ICF Reader способна переводить результаты оценки по шкалам в соответствующие домены МКФ. Что, собственно, дает вот такое сокращение работы по времени с этим очень важным инструментом. Реабилитационный диагноз может быть изображен вот так же еще и графически. Вот те же самые домены, вот оценки по ним. И, по сути, реабилитационный диагноз является списком проблем пациента. Он не нозологический. Он всеобъемлющий для конкретного пациента. Это абсолютно персонализированный, персонифицированный диагноз. Описывает все компоненты здоровья, актуальные для нашего пациента. И призван оценить не только медицинские проблемы, но и другие жизненные проблемы, что дает возможность для преемственности с социальными службами. Включает не только нарушение ограничений, но и возможности действия пациента, его капаситет и реализация. Это тоже из МКФ. Отражает процесс реабилитации. Что делается в реабилитационном центре в конкретном. Если процесса нет или он не является проблемно ориентированным, то будут трудности с установкой реабилитационного диагноза. А вот так может быть представлен тот самый реабилитационный диагноз в виде QR-кода. Для того, чтобы передавать в другую организацию, где есть необходимое оборудование, чтобы прочесть этот QR-код, это тоже возможность для создания такой оптимальной среды, когда мы не все проблемы, может быть, показываем пациенту, уж во всяком случае скрываем от посторонних зрителей эти проблемы. В рамках пилотного проекта проводились оценки на входе на этап и на выходе на этап. И плюс еще на 90-й день проводилась оценка. Функциональные обязанности по заполнению шкал внутри мультидисциплинарной бригады распределялись. Как я уже говорила, у каждого специалиста свой набор шкал. Вот это пример по ОНМК, по инсульту. Вот такие специалисты здесь работали. Реабилитолог, реаниматолог, логопед, психолог, эрготерапевт и инструктор ОФК. И у каждого свой набор шкал. Кажется, очень много, но если все это разделить по группам, то оказывается, что очень и немного. Ну, например, реаниматолог. Шкала Кома-Глазга и шкала Национального института здоровья США. Ну, совсем немного. Это и так делается. Моршевтизация была прописана. В каждом субъекте федерации свое бюро переводов. Первый этап, ну, мы условно даже разделили нулевой, это реанимация и первый этап, это палата ранней реабилитации для инсульта. Это вот актуально, например. Второй этап, который был поделен на два уровня. Третий уровень – это экспертный, но только в Санкт-Петербурге, правда сказать. Такое учреждение имело место. Это сороковая больница. По нарушению мозгового кровообращения, мы считаем ее экспертного уровня стационаром. И третий этап соответствующий. Для каждой нозологической формы были прописаны критерии включения, критерии не включения, критерии выбытия из дальнейшего реабилитационного процесса, критерии перевода из реанимации в отделение ранней реабилитации, критерии перевода с первого этапа на второй. То есть для каждой позиции были выбраны соответствующие критерии. Надо сказать, что они сработали, но это уже мы после подсчета выявили. Выявили схема анализа результатов и статистического анализа. Что у нас было? Какой материал? Это электронная форма мониторирования, база. Копии выписного эпикриза. Обязательно мы все равно себя контролировали. И диагноз по МКФ плюс финансовый отчет. Теперь та статистическая обработка, которую мы сейчас проводим. Это сравнение двух моделей реабилитации старой и новой по конечным точкам. Так называемая сравнительная статистика. Основная конечная точка – это балл по модифицированной шкале рэнкинг. Оценка эффективности реабилитации в зависимости от различных показателей. Это так называемый многофакторный анализ. Он многим знаком, это понятно. Анализ по МКФ. Какие домены задействованы, а какие нет. И в результате создается адаптированная под Российскую Федерацию нашу систему реабилитации форма для работы с МКФ с детализацией до третьего и четвертого уровней. Что достаточно сложно сделать сразу навскидку по наиболее актуальным доменам, естественно. И, наконец, последнее – это использование технологий добычи данных, дата-майнинг, создание экспертной системы, исходя из сочетания признаков. Устанавливается показатель на выходе, по которому можно отработать критерии перевода на следующий этап, не исходя из собственных убеждений, а по объективным данным – возможность оценить реабилитационный потенциал на основании показателей, использованных на протяжении всего исследования. К этой части статистической обработки мы только подходим, потому что база получилась большая. Вы видите структуру отделений центров, которые были вовлечены в пилотный проект. Огромное количество пациентов. То, что было получено – снижение летальности не очень большое, но за такой короткий период трудно было бы за один год изменить систему более существенно. И время пребывания в отделении реанимации тоже было сокращено. Но это еще не все. Предварительные результаты по шкале Ренкин к концу выписки с первого этапа реабилитации продемонстрировало достаточную эффективность новой модели. Вы видите, что количество тяжелых пациентов было значительно меньше при использовании новых организационных подходов. Кого было наиболее правильно и активно реабилитировать на первом этапе? Наиболее тяжелых пациентов. Это тоже было продемонстрировано. Количество пациентов, у которых наблюдается улучшение на первом этапе, в зависимости от уровня инвалидизации при поступлении. Итак, чем тяжелее пациент, тем он лучше демонстрирует нам изменения в своем состоянии позитивные. При этом количество пациентов, которые перешли из категории тяжелых инвалидов в категорию независимых, на первом этапе практически не отличается по моделям. Значит, для пациентов тяжелых нужен следующий этап. Это обоснование второго этапа реабилитации, где наилучшие результаты нам продемонстрировали уже пациенты чуть более легкие. 3-4 балла по шкале рэнкинг. Зато посмотрите количество пациентов, которые перешли из категории тяжелых инвалидов в категорию независимых, при новой модели реабилитации больше, чем в два раза по сравнению со старой привычной традиционной схемой. Есть на самом деле за что бороться. Наш девиз «Дорогу осилит идущий» и то, что мы попробовали вам продемонстрировать в рамках федерального пилотного проекта, может оказаться приемлемой моделью, естественно, с учетом той специфики, которая может принести онкология. Я благодарю вас.